добрый вечер дорогие друзья евгений гордеев из славного города героя смоленска друзья сейчас я пользуюсь возможностями своего youtube канала который называется евгений гордеев смоленск хочу обратиться в открытую к родителям влада бахова считайте что это мое открытое видео письмо дорогие и глоб глубоко уважаемые анастасия подеева и андрей бахов родители влада бахова понимая и принимая близко к сердцу всю бездну вашего человеческого родительского горя вызванного безвозвратной утратой сына осознавая что данным своим обращением я могу вольно или невольно причинить вам какую-то новую душевную боль вызванную очередным напоминанием о вашей семейной трагедии я все же решился обратиться к вам с этим открытым видео письмом ибо выйти с вами на связь каким-то иным способом мне к сожалению на протяжении всего времени моего блогерского участия в деле вашего любимого сына не довелось а я как мне вот сейчас вспоминается начал вплотную заниматься этой человеческой трагедией в начале апреля нынешнего 2020 года ну с подачи моих друзей и знакомых и по просьбе даже моей жены ирины с тех пор я выпустил в эфир подсчитайте сами около 90 видеороликов 88 ну около 90 по этой тематике включая видеообращение к своим смоленским коллегам из региональных управления следственного комитета управления мбд прокуратуры включая обращение к председателю следственного комитета российской федерации александру бастрыкину президенту россии владимиру путину включая обращение к российским и зарубежным правозащитным организациям и все это время то ярко высвечиваясь то где-то под спутно тлея меня не покидала мысль связаться напрямую с вами с потерпевшими мои дорогие страдальцы и неужели же вы анастасия и вы андрей думаете что будучи хоть и отставным но все же полковником полиции я не нашел бы возможности отыскать ваши адреса и мобильных телефонов конечно нашел бы но я хотел я ждал надеялся и верил что однажды зазвонит мой сотовый телефон номер которого указан под каждым моим роликом и раздадутся ваши знакомые всем по передачам андрея малахова голоса но к сожалению ничего подобного не произошло да что там говорить я и сам бы вам позвонил я в таких случаях ничуть не церемонный ничванливый ведь дело-то идет о страшной трагедии с моим несовершеннолетним земляком вашим сыном владом но нигде в официозе как говорится не в соцсетях не в ютюбе координат для связи с вами я к сожалению не обнаружил а мои предложения помощи позвучавшие неоднократно в эфире в моих роликах вы почему-то дорогие мои просто проигнорировали а может быть и не услышали извините тогда уж меня единственный с кем мне удалось сразу же связаться в контакте в социальной сети это очень влада иван фадеев с ним мы наладили хоть какой-то контакт переписки к сожалению к сожалению он был односторонним то есть с моей стороны он ни разу не проявил инициативу связаться со мной на предложенную мною помощь мою иван скупо ответил спасибо при необходимости обратимся но так за все это время и не обратились а на мои редкие вопросы по делу которые меня волновали но моих читателей вернее слушателей прежде всего подписчиков и меня как юриста как следователя как человека он отвечал только практически отрицательно нет не знаю нельзя говорить этими сведениями обладают только обладаете только вы родители потерпевшие ну и так далее вот мои подписчики буквально мучили меня вопросами десятками и сотнями вопросов о том передал ли я те или иные сведения о которых говорю родителям влада что потерпевшие думает по тому или иному поводу или вопросу известно ли им потерпевшим о том или ином событии или моменте о которых я значит с которыми я их знакомлю моих слушателей ну и так далее что тут все перечислять ну и что я мог им ответить что я мог им ответить дорогие мои родители ладно и так сейчас я всем моим подписчикам и другим зрителям докладываю ну и вам анастасия с андреем что не мой 34-летний опыт следователя криминалиста оперативника не мои последующие 12 лет когда я возглавлял в регионе в целой нашей смоленской области правозащитной общероссийской организации за права человека знание опыт человека не имеющего практически ни одного проигрыша в судах за эти 12 лет в том числе и по уголовным делам не мои объемные познания и опыт за все это время за все эти годы а это если посчитать считаетесь 71 по нынешний день сколько это 71 по 75 учеба но это ведь на каплю незнания с красным дипломом закончил меня оставляли преподавать в алгораде в высшей следственной школе вот за все эти годы ничего 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 потерпевшим вам анастасия андрей по делу влада бахова не понадобились и я как собственно и все наши наши блогеры вынужден был и сейчас вынужден все это время молотить воздух в холостую холостую ну я так думаю вряд ли кто-то из следственного комитета смотрит и читает о чем мы тут говорим и пользуется а может быть ну я вряд ли думаю я бы и сам не пользовался иначе иначе можно зарасти во всех этих предположениях в холостую выдвигая и следуя все возможные версии вместо того чтобы помогать вам вам родители добиваться истины по делу а ведь казалось бы чего проще дорогие мои родители надо было да ну не надо было возможно надо было дать мне доверенность на представление ваших интересов на предварительном следствии если не охота идти нам было к нотариусу платить деньги можно было прям суде заявить вот что а вот наш представитель ваша честь просим допустить его к делу в качестве нашего представителя и ваша честь их честь принял бы принял бы это на представление наших интересов следствие судья в следствие следователь бы вынес такой документ в суде судья вот наделив тем самым меня правами и обязанностями защитника то есть дав не дав мне от вашего имени все полномочия для представления ваших интересов в этих что я назвал следствие суд или в иных или во всех иных инстанциях вот а интересы ваши как мне представляется они не могут быть иными чрезвычайно простые честное добросовестное высокопрофессиональное и законное расследование установление истины по делу привлечение виновных если таковые имеются установленной законом ответственности или я что-то не понимаю или у вас какие-то иные может быть интересы я отметаю так сказать все какие-то домыслы о ваших каких-то иных интересах вот ваши интересы я обрисовал тремя предложениями поверьте мне дорогие мои родители изначально уголовное дело которое мы сейчас называем делом влады бахова было достаточно простым для раскрытия и не такие дела приходилось раскрывать об этом уже достаточно и не только мною было сказано я не собираюсь разжевывать здесь снова однако дело это не говоря об истинных причинах гибели влада и о том кто за этим может стоять было умышленно запутано заволокичено обросло паутиной деяний попирающих закон то есть новых преступлений я полагаю если конечно относиться к московскому этапу расследования достаточно лояльно что моим коллегам из следственного комитета российской федерации досталось довольно тухлое как у нас раньше называли дело расследование которого от того то как раз и тормозится что оно тухлым досталось это как говорится не вдываясь в подробности я как и все мы здесь не знаю и не могу сказать а могу лишь догадываться на какой стадии в данный момент находится расследование уголовного дела я примерно говорил в предыдущих роликах что я лично считаю по этому вопросу не буду опять повторяться но я могу лишь опять же для вас для вас Анастасия и для вас Андрей с твердой уверенностью сказать твердой уверенностью сказать что мое личное участие в уголовном процессе в качестве вашего представителя или как я говорил судьи по старинке называли нас общественного защитника ну во-первых вам не защитник же нужен а представитель адвокат ваш он не защитник ваш а представитель ваш а вы же не на скамье подсудимых сидите или обвиняемых вот допущенного по делу по вашим доверенностям и по вашему кодотайству смогло бы существенно изменить повторяю существенно изменить ход и результаты расследования в позитивную для вас ну и конечно для всех нас для всех людей всего мира миллионов людей которые сейчас следят и переживают по этому делу в позитивную для всех нас сторону я не знаю так же и не уверен в том что это сейчас возможно и необходимо для дела сейчас когда следствие по моему убеждению ну мнению пока что близится если не не к концу то к развязке я имею ввиду предварительное расследование потому что дальше должен быть по моему мнению суд судебный процесс и так далее кто будет на скамье подсудимых ну я тоже на эту тему уже в своих последних роликах ну остальных роликах рассуждал не буду повторяться но как гражданин и человек которому не безразлично все что происходит в моей стране на нашей голубой планете земля я подтверждаю сейчас перед лицом всех своих зрителей слушателей подтверждаю для вас мои дорогие родители влада бахова для вас потерпевшие свою готовность даже в этот страшный период коронавирусный готовность принять официальное участие в уголовном процессе по делу об убийстве вашего сына влада бахова честь имею друзья полковник полиции в отставке евгений гордеев из славного города героя смоленска боленска г г г г г г Продолжение следует...